Руслан Габрилёв В отношении к месту вызова деревянный жилой дом горел открытым пламенем. Кровля его обрушилась. Хозяйка домовладения совместно с дочерью находились на улице. Пожар был ликвидирован спасателями, однако жилой дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Уже через несколько часов из-за пожара лишился дома и житель Октябрьского района. К счастью, в ЧП также никто не пострадал. Около полуночи спасатели Октябрьского районного подразделения выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Ростов. В момент появления на месте ЧП первых подразделений спасателей огнём был полностью охвачен деревянный дом. Хозяин домовладения, пенсионер 1947 года рождения, который проживал один, на момент прибытия подразделения МЧС к месту вызова находился на улице. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнём при курении. В сводку чрезвычайных ситуаций за прошедшие сутки попал и Брагинский район. Поздно вечером спасатели районного подразделения отреагировали на сообщение о пожаре бани в деревне Новая и Олча. Пожар был ликвидирован и на месте ЧП пострадавших не было. С разницей в полчаса спасатели Брагинского районного подразделения выехали по сообщению о необходимости оказания помощи в извлечении легкового автомобиля, который застрял в дорожной яме. Водитель и пассажир в медицинской помощи не нуждались. А вот иномарку работникам МЧС пришлось извлекаться спецоборудованием. Яма на грунтовой дороге оказалась приличных размеров – 6 на 12 метров и была заполнена речной водой. 12 немецких противотанковых мин и два снаряда были найдены во время сельхозработ на одном из полей Калинковичского района. Опасную находку обнаружили местные жители. Саперы извлекли боеприпасы из земли, вывезли и уничтожили. Как известно, на территории района такие находки не редкость. Во время войны здесь проходили ожесточенные бои. От новостей о происшествиях к информации от сотрудников внутренних дел. С наступлением весенне-летнего сезона участились случаи краж двухколесного транспорта. Только за последнее время в области уже похищено 42 велосипеда. Кражи совершаются в основном с целью дальнейшей перепродажи. При этом раскрываемость таких преступлений составляет не более 50%, так как краденые велосипеды очень легко разукомплектовать и перепродать. Что сделать для того, чтобы его не украли? Естественно, использовать защитное устройство. Во-вторых, не оставлять велосипед в подъездах, на лестничных площадках, а все-таки стараться хранить его где-то в квартире и где-то в других местах. И третий немаловажный факт – это поставить велосипед на учет в милицию. Делать это бесплатно. Такой обзор происшествий криминальных новостей к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...